Всем приветульки! Наш блог начинает приносить вам все больше пользы. Раньше мы показывали вам только интересные места, а сейчас в сферу нашей деятельности мы показываем вам предпринимателей Норвегии. Так как мы занимаемся диджитал маркетингом и встречаемся с нашими клиентами, мы рассказываем вам о них. Сегодня мы отправляемся в Норос Ринскап бюро. Ну все, приехали. Тут вот находится их конторка. Пойдем, пока. Сейчас мы вам расскажем, чем занимается этот человек, какие у него есть проекты и о каких сайтах пойдет речь. У Алексея есть несколько проектов. Один из них это бухгалтерская компания под названием Норос Ринскап бюро. Наша цель обеспечить качество наших услуг, чтобы вы могли сосредоточиться на своем основном бизнесе. Наша задача консультировать, рекомендовать, предупреждать, информировать и поддерживать бухгалтерию вашей компании в наилучшем порядке. Цитирую Алексея Дона. Следующий проект называется OneBedrift. Это уникальная платформа, которая поможет вам зарегистрировать вашу компанию, а также максимально быстро, легко, эффективно и самостоятельно организовать необходимые изменения вашей компании. Используйте свой родной язык или другой удобный язык интерфейса для создания документов. Вы получите окончательный результат в том формате, который официально требуется в Норвегии. Ну и последний проект, о котором мы поговорим, это Аккаунтинг Академии. Это Академия бухгалтерского учета, в которой собрана профессиональная команда, состоящая из сертифицированных государством бухгалтеров, юристов и аудиторов. Они имеют многолетний опыт, который они собрали в хороших методиках, с практическими курсами, чтобы люди получали профессиональный, максимально понятный, современный и эффективный формат обучения. Уникальность этой Академии в том, что вы можете обучаться бухгалтерии в Норвегии на русском языке и плюсом получить практику. Ну, делегирование получается. Ну, смотри, видишь, вон там... Это же потом не меняется. Нет, меняется. Тут отвалится, понимаешь, видишь, вон там вот инициалы. Ага. И какие-то разные там цвета. А это уровень ответственности, кто за что отвечает. А, я помню. И оно, конечно, оно меняется. Где-то есть пробелы, огромные пробелы, например. Вот, видишь, у нас вот эта вот часть, она вообще пустая. То есть у нас что-то делает администратор, что-то делаю я, но, например, что касается, видишь, то есть сейчас субподрядчики работают какие-то, но мы их, ну, периодически они меняются, только от них нету. Я это. Бордовый логотип такого цвета, а это УАП. Он оранжевый. Он просто другой цвет. А, вот, я понял. То есть там тоже Норвес получил? Тоже Норвес Аккаунтик АЭС, а там Норвес Аккаунтик УАП. Мы пробуем просто оборудование. То есть одно и то же название. Взяли систему, договорились с системой, открыли школьные специальные комната в Триплетексе, и там люди сидят и реально с ним могут работать на кейсах, не боясь нам допустить ошибку. А наши бухгалтера авторизированные, то есть которые, они могут уже следить, помогать, там еще что-то учить, знаешь, то есть, да, то есть в поле уже, знаешь, как боевого солдата. Ну это как я в Акке живу, как правильно, это очень... Да, но они не доверяют пока, но это время надо. Я думаю, что где-то год-два и все будет нормально. То, что ты Рио сделаешь, это правильно, абсолютно правильная стратегия, то есть ты привлекаешь. И если вы еще будете собирать эту аудиторию, а у тебя посмотрят аргитологи, там хорошие сидят, то есть если вы будете собирать эту аудиторию и потом дальше прогревать, прогревать, просто... Ну тяжелый проект, но время просто надо. Потому что только месяц, считай, два работы, что я не хочу менять экстременный дизайн, я хочу оставить все как есть и вот сделать, возможно, дополнительную оптимизацию, поменять стоковые картинки на более актуальные и, возможно, добавить каких-то еще вещей, там, ну, не более того. И в итоге он на свои, там, условно, на свои 500 евро, как он хотел изначально, он вышел в первые три месяца. И я знаю, что они заинтересованы финансово, и я знаю, что они меняют стратегии, они тестят и так далее, понимаешь, тем самым увеличивая свой средний чек. И у них чек скачет от 500, там, до 800 евро, условно, постоянно. Туда-сюда, плюс-минус от продаж, там, и так далее. То есть, по большому счету, то, что он хотел, он получил и может больше в зависимости от, опять-таки, роста прайма. Ван Би Дрифт работает, работает самостоятельно, туда приходят клиенты, и он генерирует нам лиды в Норус. То есть, ну, довольно большой процент клиентов, которые приходят в Ван Би Дрифт, оседают потом, как клиенты Норуса. То есть, это такой лидогенератор, потому что у Норуса нет рекламы никакой вообще. А Академия, она, по идее, должна решать вопрос кадровый. Потому что кадровый вопрос, он очень широко стоит. Плюс у нас есть компания в Литве, которая в аутсерсе, и она отдельно развивается, имеет отдельные цифры, там, свое управление и так далее. А ты, кстати, слышал, что с первого числа будет, поменяется закон, и будет 15, по-моему, процентов набавка. Хотят такой закон. Если у тебя офис, у тебя тут АЭС, допустим, а офис где-то там, то ты должен платить доплачивать. Не, не слышал, но у меня и здесь офис работающий, и там офис, я не думал, что это как-то у нас космос. Ну, посмотрим. Да, и ты прорабатываешь вот это отказы через социальные сети. Ну, вот сейчас Facebook тоже сейчас раскачиваем потихоньку, Instagram и так далее. Ну, у нас люди учатся уже, то есть есть студенты, они учатся. Слава богу, пока всем все нравится, но мы постоянно находимся в процессе улучшения, и допиливаем, допиливаем, что-то меняем. Я постоянно спрашиваю у людей, как хорошо, плохо, понравилось, не нравится. Абсолютно нестабильный, понимаешь. Людям из-за курса валют невыгодно здесь работать. Компании просто... И, соответственно, и у нас тоже, соответственно, недобор. У нас люди не на 100% в следующий момент загружены, а за счет работы сайта он генерирует нам виды, и он пополняет нам, собственно, вот эти вот пробелы. И, то есть, надо делать таким образом, чтобы мы не угорели. Нам эта пауза сейчас вообще никак не нужна. Кислое количество лидов. Сам. Приносят, знаешь, откуда? Да пофигу, он это делает. Мне результаты интересуются. Он приносит брендовые запросы только. Не пишут Norrus, пишут Renskaps Bureau. Я посмотрю, я тебе могу показать. Слушай, ко мне, у меня сейчас огромное количество запросов из Дальнего Востока, там, понимаешь, какого-то. У меня азиаты, ко мне, Гонконг, там, я просто в шоке. Я не понимаю. И они не пишут Norrus, они нас не знают. Ну, я не знаю.